В заседании межведомственной комиссии сегодня приняли участие представители администрации, специалисты Роспотребнадзора, пожарные инспекции, а также 12 жильцов дома на Ленина-3. В первую очередь здание окончательно признали аварийным и непригодным для жилья, а затем решили его дальнейшую судьбу, как знает Наталья Аскерка. Провести капитальный ремонт или возвести здание заново вместе с фундаментом. Сегодня на закрытом заседании межведомственная комиссия рассмотрела ряд вариантов дальнейшей судьбы дома на Ленина-3. Помимо двух кардинальных путей, специалистам предложили и третий снос здания и строительство нового на старый фундамент. Все мы, жители этого города, хотели бы оставить ауру улицы проспекта Ленина в том виде, который она была, поэтому все наши проекты рассматривают практически тщательное копирование с небольшими изменениями наружного фасада, главного фасада и он практически не изменится. Стоимость вариантов отличается несущественно. 209 миллионов уйдет на капитальный ремонт, 211 на частичную перестройку и укрепление старого фундамента и 206 миллионов на возведение здания с нуля. Из них 42 на снос дома. Кстати, в этом случае специалисты гарантируют безопасность. Ссылаются на новую технологию по штучной разборке здания и постройку без вреда для соседних домов. Все-таки мы копнули глубже. Мы для себя определили наиболее болевые точки возможного проекта, поэтому посчитали и нарисовали фундаменты, какие будут. То есть никаких свайтов, безусловно, не будет. Это будет ленточный фундамент с определенными совершенно ширинами. При этом новое здание станет копией нынешнего только с лифтом, мусоропроводом и современной планировкой квартир. А самые уязвимые элементы дома эркеры по проекту выполнят из более прочных материалов. Возвести такое строение можно всего за 20 месяцев. Сейчас, имея вот эту технику коммерческого обоснования, мы имеем цифры, сколько будет стоить новое строительство, сколько будет стоить ремонт. И мы видим, что вот этот ремонт и восстановление, оно ничуть не дешевле, чем новое строительство. На закрытом совещании межведомственная комиссия единогласно выбрала все-таки второй вариант, как самый дешевый и разумный. Так что здание на Ленина-3 после всех необходимых процедур снесут вместе с фундаментом и на его месте возведут новое. Правда, перед этим необходимо найти деньги. На вопрос, где взять 206 миллионов, представители администрации разводят руками. Ведь даже сроки самых первых работ пока остаются загадкой. Наталья Аскерко, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.